Сочинить текст, неважно о чем, более того, неважно каким размером, но важно какими рифами, с мужской АВ, мужская, женская, мужская, женская, от вас четверостишая, пожалуйста, любым размером, хотите логоэлем, хотите гексаметром, ямбом или хореем, но первая мужская, третья мужская, и они рифмуются, вторая и четвертая, женские дамы, с ограничением писать легче. Что значит с ограничением? Мы даем какое-то ограничение. Скажу, Сергей Донатович Давлатов, замечательный наш русский писатель, Сергей Давлатов, он не писал стихов, никогда, он писал паузу, но он ставил сам себе ограничение. Ни в одном предложении слова не должны начинаться с одной и той же глупой. Проще или сложнее? С одной стороны сложнее. Мы ставим ограничение. С другой стороны проще. Потому что мы ставим себе ограничение. Граница это всегда проще. Развещено ограничение. Дело. Еще одно ограничение. Тему. Ну, давай, возьми тебе тему. Тему? Да. Какую лучше? Хорошо. Интересно. Что? Футболка. Ну так. Пойдет? Вот, это неинтересно. Неинтересно. Так. Что поинтересней? Не знаю. Как? Спивак? Хорошо. Без какого-то тела спивак. Без какого-то тела спирантов. Или, скажем, борода. Борода? Не у всех нас есть борода. Так у вас. Если вам не нравится тема борода, возьмите что-нибудь другое. Так все другое. Хотите об Александру Васильевичу написать? Пожалуйста, пишите. Хотите обо мне? Пишите. А, Б, А, Б. Четыре строчки. Первая, заметьте, мужская. Что довольно редко бывает в русской поэзии. Как правило, первая женская. Да? Но мы поставили условие, что первая была мужская, третья была мужская, вторая и четвертая женские. Рифмы, как хотите. Пускай будут точные, пускай будут приблизительные, может быть даже совсем не точные. Еще раз, смысл не очень волнует. Скажите, рифму, с штуковиной, пожалуйста. Штуковиной? Это телеческая. Я так понимаю, что... Скажите, диковинный. Диковинный, спасибо.